я рад всех приветствовать меня зовут дмитрий тарасов приветствую вас из наших теплых краев где у нас сейчас началась волшебная пора удивительное очарование которое вдруг стало осенней весной у нас вновь зацвели все практически плодоносные деревья яблони пошли сиренька я тоже зацвела потом покажем необычно это конечно но с другой стороны наверное это естественно в таких теплых краях ну а я хотел рассказать вам о наших предстоящих осенних октябрьских курсах те которые нас будут период осени конечно связан с удивительными появлениями красок в природе это удивительные цвета и цветы которые появляются вот именно в это время года одна из особенностей конечно октября это листопадная пора красивый листопад появляется красивые цвета оранжевые теплые оранжевые персиковые оранжевые красноватые всевозможные вот эти цвета и расцветки это конечно особый пир для наших глаз это особая вкусность которая в картинах когда проявляется становится очень такая прям горящая лампочка своеобразная всех этих оттенков я бы хотел вам как раз через осенние пейзажи показать как можно усиливать эти эффекты через контрасты через какие-то особые элементы в пейзаже когда вот действительно появляется усиление вот этой всей горящей пары всех этих ореолов свечения листиков конечно здесь еще такая пора не скоро но где-то уже это есть и вот это вот огненную пору я предлагаю вам перенести на холсты вот в этом как бы путешествие как раз вам тоже есть что показать есть что рассказать и буду рад содействовать рождению новых полотен в этом ключе и курс морская живопись живопись морская конечно тоже с одной стороны это курс который посвящен морю с другой стороны там будет и пейзаж как бы получается что это тот объект картины в котором есть и суша и море все это почти что пополам но как идея которую бы мне хотелось и передать и дать возможность почувствовать эту идею глубже это именно соединение стихий таких очень кардинально противоположных но воздух в любом пейзаже присутствует а вот так что была подвижная вода и потом вдруг резко появлялись скалы камни это конечно среда такая очень необычная это среда которая действительно по стихиям но очень контрастно и сами состояния что камни и что стал что волн морской воды они уже дают какое-то особое ощущение таких интересных взаимодействий именно как энергетических и некой разделитель между этими двумя стихиями будет зеркало я хотел поднять немножечко вопрос о зеркальных эффектах когда в какой-то промежуток прибоя появляется эффект зеркала и в этом зеркале на тоненькой грани воды песка появляется отражение скал камней объектов каких-то там птицы могут гулять по по этому песку и все это отражается это тоже очень красивый эффект который сам по себе уже завораживает и какая то есть в нем особая мистика когда вот действительно две абсолютно противоположные стихии и между ними какой-то такой переход через зеркало это тоже очень интересный эффект хотелось дать вам его почувствовать передать на картинах вот приглашаю и на эту встречу тоже по датам это все будет ниже нашего видео указано вот и еще один курс который мы приготовили ближе к концу нашего месяца это арт-терапевтическая сессия семидневная в которой мы будем делать с одной стороны это будет абстрактная живопись с другой стороны это будет именно такая спектральная ритмичность спектра ритмом ее назвали тот импульс который действительно каждый из нас с вами испускает постоянно это наша спектральность конечно суммарная спектральность человека наверное такой немножечко спорный момент у нас все-таки разные вещества есть есть твердые материи в человеке есть жидкостные среды они могут давать разные спектра но суммарно все равно какая то есть частотная характеристика у каждого человека я бы не спешил это называть аурой это все-таки как одна одна из частей может быть этого спектра это именно спектр который излучает любой вид материи нашей вселенной любое вещество имеет вот эти вот полоски радуги просто полоски разной ширины где-то бывает побольше синенького где-то побольше фиолетовенького а где-то побольше желтенького или красненького в зависимости от того или иного материала и эти полоски у всех эффект у всех момент предметов нашего мира они все разные и у человека тоже я бы хотел чтобы почувствовали попробовали вот окунуться в каждый из этих спектров отчасти как бы сделать такой эффект небольшой спектрографии легкой такой спектральность пройти небольшую но через рождение картины в которой мы сделаем с вами некий такой картографический путь вот этих движений в которой будут как карта всевозможные вот эти вот оттенки и цвета спектральности которые нам позволят и почувствовать их глубже и применить их на практике впоследствии когда вы будете чувствовать вот какое-то тяготение внутреннее какому-то цвету я как варианту предлагаю вам использовать именно картину для того чтобы вот в эту картину нырять какой-то один из оттенков вот тут как бы такой момент программы максимум сделать такую карту своеобразную через который можно входить в тот и длиной спектр еще глубже как с настройка некая такая будет действительно форма в которой мы сделаем себе такие маленькие двери что ли двери в разные оттенки этого спектра это один момент ребят а второй момент который бы мне хотелось укоренить в наших картинах чтобы у нас немножечко было уравновешено рациональное и иррациональное когда в картине у нас есть это что связано с логикой с какими-то построениями с какими-то структурами геометрическими и какие-то вещи абсолютно аморфные абсолютно какие-то вот они такие подвижные непредсказуемые вот этот баланс между логикой и не логикой это конечно но особая сейчас я мне кажется в наше время такая тенденция когда нужно сохранять этот баланс любыми путями это еще один маленький такой ну скажем бонус этого курса выработка вот этого баланса между логикой и не логикой когда вот не ударяемся слишком сильно в интуицию но и логику тоже не забываем как бы чтобы как говорится все было привязано все колышки нашей крыши вот некая такая действительно стабильность вот этой логики и в то же время когда нужно и необходимо мы могли спокойно послушать то что где-то находится за пределами нашего понимания вот чтобы это тоже как-то вот тропиночка держалась это будет такой дополнительный момент который мне хотелось бы ну как-то передать вот глубже это ощущение держаться за него и периодически когда это необходимо приглашать свою жизнь вот это вот ощущение баланса между логикой и интуицией можно так сказать так что приглашаю на наши осенние программы выбирайте что вам близко что вам созвучно какие-то моменты будем еще освещать в дополнительных каких-то наших публикациях всего доброго всем всего самого наилучшего и и и и и и и Продолжение следует...